всем большой большой привет у нас гранд-финал нашел вкт наконец к завершили все четыре отборочные и даже завершился вчера первый день надеюсь записи стримов от кенеча мы увидим вот и сейчас у нас гранд-финал гранд-финал гранд-финала как бы и играет дед и краш для меня честно кто там ничего не говорил я ожидал такого гранд-финала не знаю для меня это на данный момент сильнейшие наши игроки клана когда они тренируются к сожалению кенеч вчера не смог показать какой-то достойной игры ну зато уробыч сражался очень рад за уробы который проиграл краш всего 32 вернее 23 и выиграл выиграл кенеча 20 и дед уже опять 12 проиграл то все было упорно и все могло быть по-другому рыбач мог выйти в гранд-финал кстати действительно он поднял свой уровень игры даже и в пвт простите и вот я вчера и думал что кенеча снимала тренируется ну хотя я думал что дед кенеч дедут внутри 0 то точно не проиграют но опять же то есть я думаю все четверо были достойны гранд-финала кенеч не подготовился его проблемы ну и смотрим смотрим бы 7 счет 1 0 так как краш выиграл деда 32 в винарах они 30 было бы 20 ну в общем потому что так как раз вышел свинеров стандартное начало опять же ничего на кого тут нет никаких то часов и так далее так далее так далее краш полет стрим ну-ка ну-ка где где-где да он просто в чатике сидит да и все привет кстати фикус димыч алекс учим все 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 где-то отыгрывает стандартную тему 12 барак 12 газ гелионы то есть реперы гелионы больше порядят может отыграть и реперы гелионы потом что-нибудь еще место банишь вот краш или перму вером а перму рим так чтобы его не потерять наверное нужно как-то все таки хотя такая карта я не играл на нее зергом еще ни разу поэтому как-то не обращал внимание кто вером летают не столь не столь наверно сейчас так и важно разведка от деда пошла ну не знаю опять жести делаешь репер разведка только для того что можно было забанкерить попробовать раньше дед делал в каждой игре но краш абсолютно стандарт отыграл абсолютный стандарт но кроме как в принципе и дед отыграл абсолютно стандарт но кроме крут два-три репера идет цешка внизу рабочий приехал кстати где рабочий то вот он просто лепит бункер да и свет не суть в таком месте чем и неприятном где ребят может прятаться постоянно ну и окружить то тот же бункер не всегда можно краш очень спокойно отбивает его то есть выводим всего лишь одного раба кажется маловато нужно как минимум два было выводить наверно и где-то репер да то есть репера посадил бункер достроил бункер немножко странное начало а фикусу я скажу там ты поймешь почему это те говорю я и так мех терном зергом играю я чтобы успокоиться и нужны зергом играть участок сыграл завоза убил зерга и успокоился второй пир подлетает но репер не то что воля они там не сносят здание своими гранатами но все равно хата постепенно теряется краш естественно ждет больше собак место очень неудобно то есть нельзя окружить полностью бункер к сожалению естественно краш это бьется но рабочим утеряна плюс все это время краш вынужден был подстраивать не собак то есть не рабочих а собак вот бункер только один был сгрызен и дед даже риперов своих увел преимущество небольшое но он скопил кучу ресов то есть 30 цепку если он хотел стоять надо было стоять раньше нет все-таки законтролился к сожалению скопил ресурс бывает естественно краш заказал пачку рабочих и по потерям в принципе все нормально единственное что бункер заставил заказать больше собак чем нужно не добывали рабочие некоторое время то есть любом случае нет получил преимущество только как он дальше будут реализовывать большая большая с инвизом второй газ нас стоит гелионы больше риперы гриперы по таймингу мы ушли назад очень вовремя до 6 минут там где-то назад надо вернуться клепает гелионов сейчас будут большая краж залетает тайминговую верам там 6630 кто как любит я люблю на 630 потому что более понятно есть там инвиз или нет где-то у покажет не заказывает то ли не хочет полить его не хочет как-то вера сначала торгать но чем нова отгонят нечем поэтому скорее всего больше будут просто бы за на визу но больше без инвиза естественно легче намного принимать можно вообще играть пятью квинами и в принципе 5 queen собаками с мувом отбивают или он и больше как микро по идее отбивают а еще по крайней мере осмотрел как было это отбивают пятью квинами не теряя ни одной квины но это не самый топовый зерк так что вполне реально отбивать по рабочим 40 на 30 30 до сих пор нет как и третий хата от краша вот ну не знаю краш вот не подставил рабов заранее для 3 нычки да у него просто 18 16 то есть рабов столько сколько нужно идет лея рауч варен думаю после там трех четырех врачей в заказе таких сейфовых краш просто пойдет выйдет на третью нычку вряд ли он будет пушить врачами учитывая то что увидел что эти вот ценит вот одет и не будет ставить 30 он делает стимпак и добавляет два варака мы уже видели такой стиль игры деда правда я забыл против какого зерга кажется против фикуса точно на какой-то из карты на каком-то из отборочных выкаты было много игр я уже честно говоря не помню и краша соплай блок соплай блок правда не очень большой пробам естественно не все так хорошо краш не делает один-один не на коготь не на дальних например на рачей хотя и валюшки стоят где действительно третя нычка ну такой подпуш дед не полезет просто туда да и все то есть он не будет лезть никуда в виде рачей я думаю просто развернется идет назад только сможет он развернуться и уйти назад хорошо тут очень легко примет можно даже к вину не терять транс юз пина не была потеряна убит кажется один батл делил он сейчас может быть будет убит еще один ну краш просто не полез вперед критих а то достроилась пошли тайминговые туретки против муты я бы сказал рановато учитывая то что играешь в био можно было не ставить столько туреток дед видимо испугался потому что не видел третий нычки но он видел рачей поэтому так фас фас мут это не будет как заказывает грейды на рачей и будет делать пуш с один один рачами третья нычка от деда ну не знаю может быть может быть приканает может быть краш подумал что это мех вообще и не будет никого пуша рачи работа заказываются поэтому скорее всего он будет играть ручи гидра вайпера подумал что это мех но можно было залететь еще раз овером после сделав версира и посмотреть что это био не знаю как же не видел добавление бараков кажется дроп тюремня деда полетел краш видел вот эту штуку а это как бы сигнал к тому что скорее всего это био потому что когда у есть уже одна лаба на бараке 2 лабу редко делают или добавляя 2 2 факты сначала потому же там никто так практически не делает я не видел что кто-то делал до гидра пошла не знаю может быть каждый свитер надо будет потом узнать подумал ли он что это мех или нет парабам все отлично идет дроп такой дроп который мало что сделает больше отвлекающий сейчас нет смотрите убивает как минимум там два-три раба спорку убивают и улетает на менте время тут вся армия краша была занята тем что в центре воевала с армией деда она конечно выбила но этот маленький дропчик с одной минкой доделавшимся стимпаком сейчас может хату убить забрал не надо долбанула по врачам убил и кажется 1 прилетает 3 cc краш на каенский залетает видишь там био овера не гадят на нычки почему-то не развешена вера тут 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 обычно краш все это делает с как-то у него контроль карты вообще очень слабенький да есть и вера тут и тут но слишком близко то есть нет овера тут нет овера где-нибудь тут нет овера где-нибудь тут чем больше карт чем обычный краш лучше разведывала не на верами развешивая их крип неплохо тянется естественно очередной там попытка дропа добавлен шпиль balling nest сразу пошел грит на коготь но это говорит только о том что краш ошибся он думал что там мех поэтому он не заказывает не гидру не делает 2 2 делал грит на коготь но стал грит на броню можно было бы сделать заранее и заказывает также шпиль против дропов спорка с санка пошел вот дабл дроп суда дабл дроп одну спорку санку не заметит естественно краш умеет делить армию тут стоят немного собаки поэтому ничего друг не сделала тут стоят рачей и как только выйдет мута против дропов уже будет намного легче защищаться не добавляют каждый сих пор четвертый мог бы поставить мутин двенадцатый лимит примерно равные рабы до 61 раб для тирана нормально учитывая что у него три нычки теряется один медивак эти собаки не вовремя среагировали сейчас можно было второй медивак потерять дед вовремя успел улетел не так вовремя среагировали не окружили маяков и собак тут краш потерял довольно таки много тем временем дроп на мейн пытался сделать но тут рачи тут тоже рачи крип я говорил что хорошо тянется уже минуты две наверно не растянулся не на метр вперед опять же 4 очень позднее очень позднее 4 заказано 13 муталей по рабочим 70 66 где добавляют вторую факторку клепает танки гриды 21 сейчас 11 скоро будут краш не переходит в хайф не добавляют амфистарня 4 3 цешки цешка от тирана идет опять же краш забыл про то что нужно растягивать крип летает мута но видит медивак же надо просто сбить что-то как невнимательность абсолютный украшу сегодня как так-то медивак то не заметить увидел раз 5 наверно это медивак он тоже где-то там заперли овером видно что он никуда не улетал ну ладно мута довольно таки много где добавляют еще туретки закопанные мины туреток где-то не жалеет хоть и опять же играет био понимает что мута может неплохо нахарасить тут тоже 3 туреточки то есть еще и идет дед туда где мута там как чует может быть что-то увидел какое-то перемещение где-то чем-то выбиваются сопла и тем временем 1 2 делается доделывается старый грид на броню лингом второй грид на коготь идет хайф делается тут опять же нету газов почему-то сопла и минус сопла и минус рабы с газа немножко минус 200 на 200 лимита авто играет на атаку техники у деда догорит соплай не успеет скорее судят его вычинить но ну не собирается вычинить даже и сейчас мута может выщелкнуть танки дед очень неудачно разложился краш не стал рисковать мог два танка попытаться убить ведь убьет как минимум один до минус один танк мунка мута вся жива жива уцелела и на лома делать до танки на разложены но мута сзади их очень быстро выбьет много рачей которые примут себе урон и краш сметает естественно тут террано другое дело что лимита у деда очень и очень мало становится и не знаю чем будет отбиваться дома есть конечно пару туров и если он будет где-то там за сопла и мы сидеть то скорее всего отобьется ему главное нельзя выходить в чистое поле 4 ктц тем временем перелетает украшать 4 нычка не раскачано мэн до сих пор работает клип опять же с минуты 9 уже не тянется бэллинги теряются штук 20 ну не 20 штук 12 бэллингов было глупо очень покерено оба скопили кучу ресурсов вот у деда явно мало продакшена в бараках нужно еще как минимум 4 барака добавлять то есть 3 там нужно где-то бараков 6 да нет если бы он значит не втыкал все было бы нормально учитывая две факты просто втыкиваясь с ресурсами были добавляет статическая оборона на самом деле игра абсолютно сейчас равная сейчас где-то просто потратить свои ресурсы каждый дождется опять 22 добавляется слоновник коготь третий грейд на броню почему-то не делается третий грейд на атаку немножко странно и резцы вроде позволяют хотя газ не позволяет но газ не позволяет потому что очень поздно была занята 4 и там газы были поздно очень заняты мута летит на только что поставшу поставленную четвертую нычку очень много рабов терпит от деда дед муновенно срывает мог еще и серую планетарку улетает ей но мута еще там рабов 10-12 убила купила себя опять же крип почему-то дальше не растягивается только вот в этом направлении стал немножко тянуться пятую хату краш не занимает хотя наверно уже давно ее пора было бы занять и копит кучу минералов а газа его нет то есть дотекание из лингов но дотекание лингов когда у терна 3-3 скоро будут не так абсолютно не так как какой-нибудь не знаю свич слонов после того как этот лимит будет разменен в чью-либо пользу а так сейчас как бы слоны будут но сколько их будет ну краш разводит деда пытается с одной стороны мута и с другой стороны стандартный развод основной армии надо как-то ее сливать вот правильно совершенно он делает потом будут заказаны уже слоны после этого размена я не стал краш размениваться мог в принципе тут на рампе неплохо постараться рачами сейчас принципе абсолютно ненужными принять как-то заменяться она не стала этого делать а где мута так не договорить что муту краш слил не отнесли вот она простить дед выходит сюда пятая хата сразу газы поставлены все правильно почему тут хорошо не занимает он занимает тоже сразу газы и сейчас будет битва ну посмотрим в принципе если краш нападет от того как танки будут разложены аминки закопаны и он нападает как раз в этот момент бэллинги катятся ой в не ту сторону то катятся бэллинги и дед принимал дед тут принимает краш очень неплохо у тебя лимита примерно опять же одинаково но дед ту битву выиграл потому что заказ для заказ 4 слонов 74 псов сколько сколько личинок краш скопил сейчас секунду также пропустил да чуть пропустил в общем вышли слоны и дед дед на них отдался по ходу дела с бэллингами вместе тем временем мута залетает хоросит четвертую хорошая игра очень получается когда краш немножко опять недоконтроливает тут на текане он отбивается нужно окружать всю эту армию а деду нужно засаживаться в медиваки до улетать пока тут нет муты зачем что теряешься на отступление как почему-то отступает назад не очень понятно мута тем временем тут не выщелкивает рабочих было бы давно убить две туретки и убить пока там была битвы пытаться убить планетарку ну и так очень много мут было слито и в бою на туретках там 6 где-то крест тут туретка одна была еще несколько мут было убито так краш свечем со слонов у него намного больше лимита и боевого принципе на 60 больше ресурсов примерно одинаковое количество 5 6 украши не работает рабов с мэйн он перевел со 2 можно в принципе тоже переводить и нельзя деда давай занимать четвертую нычку нужно постоянно атаковать учитывая то что опять 200 лимита нельзя тиран давать скапливаться ну а деду нужно больше клепать мародёв он до сих пор не добавил бараки что ли еще вот это наверно косяк до сих пор не добавил бараки наверное мы просто нужно клепать больше мародёров минки пошли а вот они два барака простите как раз слабыми и краши действительно лезет на четвертую дед те времена дабл дропом убивает ему пятую есть пятая внизу собаки отдаются на планетарки мы не туда же вкатываются вкатываются в рабочих с двух сторон ползут ой сейчас где-то очень много мог хорошо принять всех беллингов которые просто с другой стороны поползли а сейчас только отступать отлично минка закопана успевает ее съесть краш где-то сплетится он там слонов так огромная просто куча хотя лимиты опять же примерно одинаковые ну где-то тут где-то тут где-то тут лимит раз тут лимит тут лимит тут лимит без инфестора все-таки сложно ломить армию без крепая мародеры долгом долго могут катить слонов queen тут еще queen еще пришли от краша которые слонов хиляют саны уже на натурале это каисе у 2.0 хотя тут уже неплохая армия смотри сколько медиваков эта армия под медиваками вполне может отбиться лимиты не картострофические единственное что конечно деду дед дед вот он где лимит деда в этих двух дропшипах высадил бы он сейчас их он бы сто процентов участвует армии смог бы отбиться еще бы и сыкаете он неплохо ничего не потеряно ццшка не убита продакшен не убит ну не знаю если бы дед собрал всю армию в кулак и там когда был лимит где-то 150 на 100 137 152 137 учитывая что там на 5 6 рабов было меньше деда то вполне вполне нормально можно было побиться тот дабл дроп который улетел пятую нычку убивать просто не вернул вернулся но где-то он не высадил ну и немножко тут конечно слонов такой кучкой было сложно катить который там осталось в центре остальное было в дотекании счет 20 тем временем а нашим был 7 так посмотрим сейчас мы сны крышем скалой что там давайте поставим серпа место кого на место деда на право возьмем поставим серпа то где-то писал что будет вот так сделаем там разберемся уже кто чего будет а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Как один из зрителей выразился, каша, ну я наверное соглашусь, то есть все сумбурно как-то и... Как-то так... Может быть нервы, может быть еще что-то... Так, пока мы ждем... Отойдем на секундочку, и мы не отойдем, а просто микрофон выключим... Продолжение следует... 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 Ну и так, я забыл включить звук. Ну, в принципе, успел нормальность. Ванниска и следовательская, что я говорю, в принципе, самая... Ну, не знаю почему, любимая карта деда, он постоянно берет ее, когда проигрывает. Но она и крашу очень нравится. Посмотрим, в принципе, как будет игра складываться. Может быть, как бы игроки после первой игры втянулись и сейчас покажут более что-то такое четкое в исполнении своем. Где-то, наверное, будут играть точно так же, как я играл на прошлой карте. Учитывая то, что риперам тут неплохо подпрыгать и подропать можно неплохо. Хотя, опять же, если будет грамотно развешан овер, хорошо разлит крип и смутать не особо не подропаешь. Тикс, Хикус болеет за крашу, как всегда за зергов. Ну, давайте поболеем за деда, а то 2-0. 4-0, я думаю, не охота. Поэтому, давай, дед, соберись, возьми хотя бы одну карту для начала. А не относят, дед, верь на себе, на этой карте опять будет играть ферс-сц. Не знаю, зная эту тему деда, которую он на этой карте исполняет уже не один раз, можно было бы играть какой-нибудь 10-й пул и получать легкую победу. Естественно, конечно, не будет рисковать, абсолютно ни к чему. Выигрывает 2-0, все нормально. Стоит на 15-ю хату и 14-й ца от деда. Саплай. О, то есть, рабочий барак, рабочий газ и разведочка. Стандартная тема от краша абсолютно идет. Интересно будет. А с таким опытником дед будет стоять ферст, ну, то есть, не ферст, а фаст-фаст 3-й цц. Или будут делать какие-то тайминговые пуши, например, с танками. Ну, а краша летит всегда на этой карте примерно в таком направлении, так что он, кстати, шка очень быстро спалит и дальше уже, наверное, скорее всего, раньше намного третий, влепит третий, чем, чем на, примерно, на прошлой карте. А где же разведочка от деда? А, дорог деда, разведки не было. То есть, он абсолютно не знает, во что играет каша, он абсолютно все равно. Ну, может быть, может быть. Овер поздновато разведал, тогда можно было бы не заказывать слингов. Скажем, что эти 2 линга я отменил, всего лишь 2 построил. Заказал рабочих. Хотя бы, наверное, не отменял, все равно, как бы, личинка-то не устанавливается. Личинка все равно потеряна. Ну, можно и отменить, 50 минералов. Ак, достроили сквины, мув делается, овера висят, потом будут залетать, смотреть, что будет дальше. Фракторка от деда. Посмотрим, будут ли там, посредине факты, 3-я цц. Маек королит овера. Выходит еще один маек. Пошел реактор, естественно, как накопилось 50 газа. Ну и смотрим. В принципе, можно заказать цц-ку сейчас. Минералы будут позволять это сделать. Нет, 2 барака плюс. Причем, краш их очень быстро спалят, залетая этим овером. Но он даже уже видит бараки. Краш уже видит барак и понимает, что мне 3-я цц как минимум. Очень хорошее место для овера. Надо его запомнить. Раскачивается нынчики. Третью, кстати, краш пока что не ставит. Хотя я был уверен, что на 5-30 спокойно может лепить. Ну, видимо, увидев этот барак, он ее не ставит. Хотя и Болинг Несс не добавляют более ранние. И все-таки нычка поехала. Вот, на 6-15 нычка. В принципе, тоже неплохой хороший тайминг. Такой экономический третий база. Пошел стимпак, два реактора. Опять же, увер все это прекрасно видит. Хороший овер. Ну, еще и залетает. Хотя, я думаю, что... Ну, все, видно. Можно было и не залетать дальше. И так, поэтому, что там не больше. Увера почему-то не висят тут. Не висят тут. Немножко странно, что тут увер делает, тут увер делает. Обычно, конечно, очень неплохо овер-автор вставляет как раз. Увер залетает и с этой стороны. И видит все абсолютно. Стимпак, Старпорт. Понимает, что там будет выход. Понимает примерный тайминг этого выхода. С двумя медиаваками и стимпаком. Возможно, холбатами. Ну, достаточно сделать лейер. Влепить, не знаю, Болинг Несс. Закатать собак и отбиться. Где-то петь не ставит третью хату. Пытается с двух баз как-то запушить. Ну, может быть, у него это и получится. Две инженерки идут, кстати. То есть, он их запушить пытается и не алынова играет. Добавляет инженерки для гридов. Продсобая блоки сейчас сидит неприятным. А Краш не палит своих собак. Ну, огромная куча этих собак. Он мог бы... Ну, он хочет заманить гелионов вот куда-нибудь на крип, да. Куда-нибудь сюда и съесть их. Он где-то как чувствует. Он сразу уезжает. Смотрите. Уезжает, уезжает, уезжает. И Краша ловит гелионов. Где-то недоконтроливает. Минус все гелионы. Это, конечно, огромный провал для Пуша. Для любого будущего Пуша. Это могли быть и просто 6 гелионов, которые где-либо собак. Это могли быть или хрилбаты, когда будут добавлены, например, арсенал. 1-1 от Краша пошло. Газы. 4-й добавлен, наконец, киллэйр на 3-й хате. Крит не тянется, правда, совершенно. Собака палит выход. Ну, и, по идее, пора идти. Но дед не будет идти. Он полетит дабл дропом. Тут уверенет. По идее, на этом увере спалится. Но спорочка одна ставится. Одна спорка, конечно, ничего не сделает. Парабам, все у зерга хорошо. Ну, правда, боевой лимит у деда больше. И он еще летит так, чтобы на увере не спалиться. Прилетает, высаживается. И пока Краш будут бежать назад, можно поубивать несколько рабочих. Он выбирает убит к вину. Нет, все-таки рабов. Минус 2. Занимает неплохую позицию. Убивает собак. И, в принципе, потеряв всего лишь 8 морпехов, улетает дальше. Лимит почти сравнялся. По рабочим, конечно, больше. Но у деда уже достраивается 3-й ЦЦ. Опять же, до муты эти... Эти 2 медивака будут висеть и напрягать. Пошел шпиль, естественно. Куча собак в заказе. Еще один дроп полетел. Не знаю, Краш его увидел. По идее, он пролетал так, чтобы его было видно или одной, или второй собакой по траектории. Овер видит? Овер не... Да, видит Овер. Есть небольшое количество собак. Три квины. В принципе, одинарный дроп с 1-1 даже не должен сильно нанести какой-либо урон. Одновременно дроп на мейн. Там тоже есть собаки. Хорошо. Всю армию, кстати, кидается на мейн. А дед забыл немножко про этот дроп. Не напал одновременно. Крип, крип, крип. Ну, сейчас не до крипа, наверное, все-таки. Так, главное, хорошо все это отбить. Но, а деду, главное, на третью выйти. Причем уже давно бы пора ему выходить на третью. Арсенал сделан. 2-2 дед не заказывает, втыкает, хотя рез у него есть. Да, он там дропает во все места, но 2-2-то надо заказать. В любом случае было. Неплохо очень дроп убивает собак. Там убивает, тут немножко убивает. И самое главное, дед не теряет в этих дропах почти ничего. Но это, конечно, зря я сказал. Он тут только что высадил и потерял почти всех морпехов. Там почти полный дроп был без одного маяка. И потерял еще и тут морпехов всех. В итоге, краша отбился. У него больше лимита. Пошла мута. 2-2 у него намного раньше, чем у деда. Хотя 1-1 было намного раньше у деда, чем у краша. 3-3, цель все-таки дед ставит. Естественно, крашу нужна 4-ая. Ну, наверное, и правильно, что не назовусь. И можно под тайминг 2-2 с олингобеллингами и мутой сделать, например, плюс 1 и пытаться на эту 3-ю выйти, атаковать. Атит, медивак крайне битый в хлам. Он сейчас просто на квине может отдастся на этой. Ну, еще один залп минус медивак. Что-то дед как-то сначала очень неплохо контролил дропами, а потом взял и отдал все. Куча минок приходит, закапывается под 4-ю. Ну, краш спокойно может 4-ю отменить, спокойно может ее отбить. У него очень много лимита минки, хорошие залпы, почти ничего. Тирану не взорвали, но взорвали кучу собак. У краша, кстати, не было беллингов. Вот это я как-то об этом совсем не подумал. Вернее, я думал по умолчанию, что краш, имея столько лингов, сделает, но беллингов 20 хотя бы. Поэтому и сказал, что можно тут в хлам это все принять. А нет, краша совершенно не было беллингов, он даже без беллингов это все принимает. 38 собак, 7 муталей в заказе, там идут турецкие, ну, не знаю, сейчас такой лимит, что действительно краш по 2-2, имея тайминговое окно, вполне может напасть и не, скорее всего, тирана убить. Минок нет, одна минка не спасет, медивак всего лишь один, ну, два там, пускай там еще будет, если успеет вылететь. Но опять же, краш не идет в атаку, и не ставит, четвертый он поставил, не раскачивает, газы, ничего не добавляет, хотя вот пошли газы. мута полетела в атаку, с одной стороны, линги, видимо, будут забегать на третью, с другой, стандартная тема, типа, мута развлекает, отвлекает, ну, а линги с бэллингами пытаются, там, выбить рабочих, или третью напасть. На мой взгляд, надо было просто по 2-2 пушить, учитывая, как хорошо краш принял деда, возможно, немножко, со стороны, короче, виднее. В игре он подумал, что там нет какого-либо преимущества. Ставится тем временем 5-е на золоте, ну, можно делать и хайв тогда уже. Убивается. Морпех, убивается, минка, краш летит назад, свет, армия чуть позади, еще несколько бэллингов Морфиса, десяток, ну, 11 штук, Торы первые. Не знаю, конечно, тут 2-4 мины есть, но часть армии еще на мэне стоит. Если краш сейчас очень, так как-то, с двух сторон нападет, то эта армия будет очень быстро потеряна, эта армия как бы в другом месте совершенно стоит. Пытается краш выбивать пристройки, у него это, в принципе, не получается, учитывая, тут, сколько морпехов. Один из маликов боится, 18 муталисков, боится 11 морпехов, ну, не знаю, особенно без медивака. Где-то добавляет огромную кучу туреток, это все вложение, да, у тирана, конечно, мулы, но это все-таки минералы, которые могли быть морпехами. Тут 16 мариков, тут еще 12 мариков. Очень странно, что краш не выходит в хайф, то есть не готовит для себя, для свитчев, тех же слонов, и не нападает, то есть стоит в какой-то, не знаю, такой, то есть он решил принять деда, это я понимаю, но, крип может быть плохо растянул, по идее, крип мог бы уже до суда доходить, вполне. Не решаю, не решился он напасть, это опять же куча туреток дома, муты, конечно, можно убивать дотекание, там, пытаться харасить, и так далее, проще бы было бы принять деда, пока он не распличен, пока он не закопал минки, потому что сейчас это будет сделать намного сложнее. 3-3 пошли от уже у деда, и опять же, украши, да, есть ресурсы, ой, очень неплохо, казалось бы, вкатился краш, но минки сделали свое дело, плюс дед вовремя расплитился назад, муты, тем временем, убило все туретки, убивает рабов на третий, куча бэллингов, минки успевают вкопаться, ну, краш взрывает эти мины, и по лимиту уже все становится абсолютно ясно, 200 на 130, краш отобьется и дома, и тут в атаке убивает цц, четвертая сначала, потом и третья, четвертая недостроившаяся, и деду все понимает, пишет джейн, счет становится 3-0, даже интересно, как вчера это был 3-2, пока что как-то очень уверенно краш выигрывает вторую игру, хотя эта игра была, ну, можно было бы выиграть раньше, краш получил огромное преимущество после первого неудачного выхода деда, и вообще такая тема с фас ццф от он выходом, который овер очень легко спалил, ну, может быть дед, конечно, если бы увер не спалил, лучше намного подрался бы в той ситуации, но краш первый выход принял чисто лингами и мутой, то есть без бейлингов, если бы там были бейлингов, ну, хотя бы 15, там было бы еще все хуже, то есть целесообразность данного выхода, ну, не знаю, в любом случае, зерк залетит, увидит, до сих пор, Следующая карта кода, а первая не кода любого, я уже не помню, ладно не важно, первая была, я в этих названиях карт, но впутаюсь до сих пор, не важно первая была другая или, а может быть и это, а может быть и другая, нет другая была, тут не было, света другого карта даже было, эхо кажется она была, каждый исполнился внизу, дед исполнился вверху, на 10к на 4х на 5, ну посмотрим, дед горит 0-3, ему нужно как-то, ему нужно 4 игры подряд выигрывать, это очень сложно, но как говорится, бывало в наших случаях, когда с 0-3 тащили, бывало. не знаю, деду может быть как-нибудь действительно сыграть свою макро, то есть поставить раннюю 3, он же любит и умеет это делать, в общем не знаю почему он сегодня этого не делает, текст, щас напишем чтобы наши шли играть ковы, быстренько скинем ссылочку на каналы карт, так, на этот раз дед открывается не через ферст и цену, а на этой карте это естественно, 12 ба 12 газ, кражи открываются через ферст пул, боясь каких-то, ну может быть прокси бараков, может быть каких-то еще агрессии и так далее, но я думаю что это правильно абсолютно, ты ведешь 3-0, можно и перестраховаться, и понимаю что у тебя плюс мораль сыграть более сейфово, и довести уже, не давай как бы сопернику опомнить победную серию общую до победы, что-то я сказал, он сам не поймешь что сказал, короче довести до победы это серия, вот как-то так, он разлетает, в принципе все видит, что барак дома, что там стандарт, сейчас посмотрит рипер не рипер, если не рипер отлетел бы сюда, улетел куда-нибудь сюда, ну а если рипер естественно будет знать что там рипер, поехала ксм, по таймингу хата поняла что это не ферст хата и думаю никакой бункер пилить уже смысла нет абсолютно, и как и вторую рипера делать, видите сразу идет реактор, после первого же рипера, но и цц пойдет вверху, все таки разведка ксм кидает что-то там, какую-то информацию, но рипер прилетел не настолько позднее, чтобы не увидеть это же форта, сначала будет два марика, потом будут гелионы, как-то так, поставим от деда и кинем ссылку на лайнап кавлану варю, расспросят, почитаем быстренький чатик, так, краш тащи, это было последнее, больше ничего не добавлено, хорошо, два газа, квина, рабочий и 30c от деда, ну так давно надо было, так и нужно, зачем, не знаю, пытаться с двух баз какие-то непонятные выходы устраивать, когда можно играть в то, что ты хорошо умеешь играть, то, что давно, как бы, умел и умеешь, и натренированно у тебя это все, по рабочему взяли нашего все хорошо, ну дед клепает, естественно, гелионов, потом, видимо, сразу пойдет стимпак, раз не добавлены старпор, да, быстрый стимпак, любят дед быстрый стимпак, не любит он играть в какую-то позднее такое, после бандж, после достройки цц третьего и так далее, любят быстрый стимп, перелетает цц, хоть собака ни одна-то не стояла, не палила, не палила эта вещь, перелетает или не перелетает, залетает овер, два маяка у друга будут быть, в принципе, он увидит, что там нет банджей и не будут добавлены спорки против этих бандж, вот овер скорее увидит, что там быстрый стимпак, да, он увидит, что там быстрый стимпак, и увидел главное еще, что там 3 cc, то есть, все понял, овер все понял, вернее не овер все понял, понял естественно все краш, овер ему предоставил информацию, которая ему была нужна, закрывает краш стенку, боится пуша, гелионы мародеры, что ли, боится, там 3 cc, а какие нафиг гелионы мародеры, два барака плюс, свет на мейн, видит, что там делается только лэер, не знаю, на месте краша можно было поставить пораньше третью, увидев, что там 3 cc, увидев, что там делается стимпак, и просто отбиться, как на прошлой карте, ну, краша видней, конечно, но туда нужно и 1 на 1 делать, раз уж поставил их, газа дофига, и шпиль сразу делать, не втыкать соплами, там, третью хату все-таки ставить надо, да, шпиль пошел, шпиль пошел на этот раз очень ранний, где-то ездит, видит, что третьей хаты нет, пытается заехать наверх, там санка его сразу утихомирует, и все. Что у одного, что у второго нет ничего из армии, единственно, что у краша намного больше рабочих, но это так должно в принципе быть, он их настроил на 2 хаты, полностью с газами раскачаны, не подстраивает на третью, шпиль ставится в таком месте, не очевидным для света, посмотрим, будет ли дед добавлять туретки опять на 9.30, как делал на первой карте, например, или все-таки будут добавлять их позднее, 1 на 1 ни у одного, ни у второго не идут, нету третьей хаты, дед должен понимать, что там что-то нечисто, и по идее туретки добавить, пошла одна, пошла вторая, все правильно, не знаю, на это расскажешь какую-то непонятную вещь делаю из двух бас зачем-то, ну посмотрим, может быть она у него и проканает, не будь там линго-беллинги смуты из двух хат, ну может быть, может быть, будет у нас один смутались сейчас, может быть даже 12 успеет газ набраться, теремия дед закрылся, ну деду понятно, третий хата нет, третий, кстати, краш поставил, не знаю, видит ее сейчас дед или уже увидел, нет, пока не видел, сейчас видит. Ну и нужно выбегать с собаками, ну нельзя отдавать квинта, нужно выбегать с собаками, понятно, что ты их спалишь, но ничего страшного, кина отдавать нельзя, отличные трансьюзы, еще и гелионы были потеряны, это, конечно, минус мораль, когда тиран вот так вот теряет гелионы, даже очень хороший тирант, в любом случае минус мораль. Плюс один на муту по катушке, это действительно будет что-то линго-беллинги с мутой, без грейдов, такой какой-то пуш, не знаю, стоит ли хорошо наверх, сейчас лезть, например, вторую пушить, учитывая, что там есть минки и так далее, посмотрим, прилетает мута, пытался добавить где-то еще одну туретку, этого не получилось, нужно чинить ту туретку, нужно чинить, вычинивается туретка, краш не стал убивать рабочих, решил муту не терять, это абсолютно грамотно, добавляется вот арсенал, убивается рабочий, еще можно было несколько рабов убить, краш так и делает, но на отходе теряет два мута лиска на мариках, третья база пока что не раскачана, один на один от краша пошло, плюс облегченный панцирь, возвращается краш, пытается убить арсенал, я думаю, что сейчас самое главное ему арсенал как раз отменить, чем рабов этих убивать, да, минус арсенал, дед его не успевает отменить, если я не ошибаюсь, и с гридами дед с 2-2 задержится, иначе у него было бы огромное преимущество против зерга, крип-крип-крип-крип-крип тянется, но не так, чтобы прям хорошо, добавляется макрохата, 5-6 газ, бэллинги делаются, мута залетает, убивает еще несколько рабочих, пытается убить еще с газов несколько рабочих, ну и зависает где-то между хатами, улетает, сейчас под туреткой можно будет потерять еще одно мута ли, а нет, все-таки не теряет, так, в принципе, похарасил, самое главное убил арсенал, это очень важно, за счет этого не будет такого дикого отставания по грейдам, лимиты украшу, естественно, больше, ну и как раз 70 рабов на 40, да, то есть весь лимит в рабочих, боевой лимит абсолютно равен, дед выходит на третью базу, у него вся армия в мариках, краш тем временем залетает на мэй, там очень много туреток, а мута не так много, но краш все равно выбивает туретку, начинает выбивать пристройки, минус лаба, лаба догорит, поэтому минус лаба, и улетает назад, но тут дед с двух сторон пытается краша поймать, у него этого не получается, чуть-чуть не успела та часть армии, можно было закопать, если минки тут, то мута была бы вся потеряна, у деда было бы огромное преимущество, заставляет стимпачиться армию, украш туда-сюда летая, вовремя, в принципе на грани улетает одной части армии деда, то от другой части армии деда, куча собак, былингов пока что нет, 2-2 был небольшой втык, кстати дед опять же не заказывает 2-2, вот это разводы муты его разводят, разводят на мультитаск, он справляется с армией, но вот не заказывает 2-2, продакшн на этом бараке немножко прострелил, соплай блок попал, кстати 1 и 2, 3 база, да, там газ например не добавлен 5, хотя сейчас в принципе деду газ 5 особо не нужен, ему нужно 2 барака плюс, муты залетает с очень опасной стороны, зря сюда краш полетел, минус 1 как минимум мутолиск, а может быть и 2 не заметил, второй играет на атаку муте, парабам 69-52, муты зависла опять между базами, напрягая деда, дед тут в принципе в хорошей позиции, куча минок, единственное что сейчас скорее всего будет забегание на 3-ю, одновременно с попыткой харасса муты где-нибудь тут, то есть муты пошуметь и забежать на 3-ю, ну смотрите что, ой муту краш все отдает, всю муту почти отдал, ну 3 муту, да, всю муту отдал краш, это огромный минус, это ну законтролился чем-то другим, и мута на муве отдалась, так бывает, дед получит, дед получает огромное преимущество, игра же сейчас только что слел где-то 1500 на 1500 ресурсов, забегание собак и убийство этих рабочих не компенсирует ту потерю муталей, которая была у краша, единственное что у краша было изначально экономическое преимущество небольшое, и в принципе он может из-за этой потери муталей вырулить, смотрите, в этой игре дед даже не пытался дропать, то есть видно, что счет все-таки, наверное, давит, играет и в этой игре он и играл изначально, так как более уверенно себя чувствует, я думаю, когда играю в 3 ТЦ, и не пытался дропать даже, и сейчас будет очень хороший такой выход с 2-2, не знаю, дед будет ждать 2-2, надо было ждать 2-2, кстати, у краша 2-2 будут раньше, хотя он заказал свои 1-1, когда деда уже 1-1 доделались почти, без крипа тут сложно очень нападать, куча бэллингов умирает, куча бэллингов умирает, крашу больше по лимиту, но нападать на эти мины, наверное, не стоит, хорошие взрывы, причем хорошие взрывы для зерга, все милые гетонировали просто в собаку и в армию тирана, тиран перестимпачился в хлам, пытаются улететь, это 4-0, поздравляем краш с победой, с увереннейшей победой, я не ожидал этого вообще никак, вот не знаю, может будет не стой на Гиссию, не стал устал, или не знаю, там мышку ему подводила, хотя сложно сказать, что и как, а ну, переиграл, в общем, в другую игру, не подготовился, видимо, к кланвару, а может быть и расстроился в другой игре, поэтому подошел к кланвару с минус морально небольшой, все равно это откладывается. Ну а мы тем временем поздравляем Вадима, молодец, выиграл наш турнир первого сезона, но может быть у нас будет второй, третий когда-нибудь, может быть скоро, может быть нет, узнаем попозже. Ну а пока что поздравляю нашего первого победителя, это Вадим Краш, второе место занял Роман Дед и третье место Андрей Уроба, поздравляем финалистов, ну и всем пока, запись ждите, выложу как сюда попозже.